Итак, сегодня о Свердловском областном суде началось рассмотрение дела о подготовке вооруженного государственного переворота. Готовили его, по данным следствия, сторонники Квачкова. Полковника ГРУ, напомню, обвиняли в покушении на Анатолия Чубайса, но суд присяжных его оправдал. О сегодняшнем заседании суда сюжет Дмитрия Немытова. Подсудимый встаньте, гражданин российской федерации, образование у нас в Квачкове больше. Бывший капитан милиции, юрист, один из лучших сотрудников уголовного розыска, обладатель благодарности за обеспечение порядка во время съезда стран ШОС, это далеко не полный перечень заслуг Владислава Ладейщикова. Однако сейчас он на скамье подсудимых и его обвиняют в вербовке и вооружению лиц для проведения государственного переворота. По версии следствия, Ладейщиков ходил в группу по подготовке мятежа в Екатеринбурге, которая составила четкий план действий. Убить первых лиц города и области, начальников ГУВД, ФСБ, МЧС, расправиться с евреями и выходцами из Кавказа, отобрать деньги у богатых, после чего приступить к общегосударственному перевороту. Будет захвачена власть в городе Екатеринбурге, имеющем на своей территории войсковые части. Проведена мобилизация проживающего там мужского населения, захват и вооружение, хранящимися в захваченном ими в войсковых частях огнестрельным оружием. Выдвижение созданных таким образом вооруженных формирований на город Москву с целью вынуждения руководства страны к передаче политической власти главаря мятежников. Все это должны были проделать не больше десятка человек, правда, с помощью наставников из Москвы. К словам гособвинителя, лидер так называемого народного ополчения имени Минина и Пожарского, Владимир Квачков, проводил в Екатеринбурге консультации. Квачков более известен как организатор покушения на Анатолия Чубайса. На Урале его считают идейным вдохновителем вооруженной смены конституционного строя. Местным начальником штаба ополчения, считают, в прокуратуре Квачков назначил отстанова полковника Леонида Хабарова, который никогда не скрывал своих взглядов на политическую ситуацию в стране и не боялся открыто об этом говорить. Под словом реформа, если называть своими именами, идет разрушение или уничтожение вооруженных сил, основы, фундамента нашего государства. По версии следствия, Квачков велел Хабарову подобрать команду, обучить военному делу, купить оружие. За хранение арсенала отвечал Ладейщиков. Улица Лизгинская, дом 6. Именно здесь проживал Владислав Ладейщиков именно сюда. Его подельник Кадников доставил опасный груз, целую сумку с револьверами, пистолетами, гранатами, другим оружием. Весь арсенал Ладейщиков сперва просушил на солнце, затем спрятал за диван. Хранил недолго, всего месяц, потому как 29 июля 2011-го сюда нагрянули оперативники и все изъяли. Владислав Ладейщиков полностью признал вину, выдал следствие у всех участников группы, рассказал о тайных планах и полностью раскаялся. За это суд смягчит наказание, рассмотрев дело в особом порядке. Вынесение приговора ожидается завтра.